Добрый вечер, программа «На справде» в прямом эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур, телефон студии 7-175-501. И говорить сегодня мы, конечно, будем о самом главном событии последнего политического сезона. Наверное, не будет преувеличением, если я скажу, что в эти часы, в ближайшие часы в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства определяется будущее Украины, по крайней мере, на несколько ближайших лет, а может быть даже и на куда более серьезный период. О том, как реагировать на эти события, о том, как относиться к этому, сегодня поговорим с гостем нашей студии, которую я с удовольствием представляю, Евгений Жилин, глава общественной организации «Оплот». Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Как вы думаете, подпишут все-таки или нет? Думаю, не подпишут. Надеюсь на это. Почему надеюсь? Ну, хочу этого. Тогда поясните вашу позицию, почему вы выступаете против того, чтобы Украина подписала соглашение в ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли? Знаете, когда впервые об этом услышал, когда услышал позицию нашего президента и правительства, что мы идем на подписание, мне первое просто интуитивно было непонятно, неприятно. Я понимал, во всяком случае, в своем разрезе, в своем понимании, что это для меня «а, плохо». Почему? Ну, первое, потому что в Европе нет праздника 9 мая. То есть там не празднуют такое событие. Я понимал также, что в связи с евроинтеграцией, с сближением экономических интересов, за экономикой сюда придет дальше и политика, армия, таможня, полиция, прокуратура, суды, которые будут защищать экономические интересы. Так, в принципе, и создавался Европейский союз, который начался с договора об угле и стали. То есть сначала экономика, потом за ней пришла политика и максимальная интеграция стран одна в другую. То же самое случилось бы и здесь. Но если бы все-таки для Украины это было очень экономически выгодно, я бы, наверное, согласился хотя бы для себя, что такое вступление действительно интересно, потому что у меня есть дети, и я хотел бы, чтобы они жили действительно лучше в любом случае. Но чем больше я стал интересоваться экономикой в этих моментах, я увидел, что тут нет экономических интересов. Я побывал на различных конференциях. И те данные, которые я там услышал, которые я потом сам почерпнул, меня, допустим, лично не то, что поразили, а действительно открыли глаза. Ведь в случае подписания этого соглашения, границы Европейского союза экономические, таможенные, пролекли бы по границам Украины с Белоруссией и с Россией. Что на данный момент мы имеем? В рамках СНГ товары, произведенные в Украине, могут свободно продаваться в России беспошлино. И наоборот. Там нулевая ставка, тут нулевая ставка. Поэтому мы можем многие продукцию продавать в Россию и в свое время покупать отсюда. Что произойдет в случае подписания этого соглашения? Украинские товары и европейские товары для стран таможенного союза, в первую очередь, России, Беларуси и Казахстана, станут товарами, все равно что произведенными в Европе. Давайте посмотрим, что же на данный момент есть в Украине, такого, что есть преимущественно перед европейскими товарами. Технологии более отсталые. Да почему же более отсталые? Мы фактически все на западных технологиях работаем. Вся легкая промышленность пищевая, вся на западных технологиях. Еще раз хочу сказать, технологии более отсталые. Кредиты, кредитные деньги более дорогие. Рабочая сила недешевая. Энергоносители недешевые. Технические стандарты не европейские. То есть для того, чтобы мы в Европейском Союзе дальше выпускали эти продукции, нужно было перейти на европейские стандарты. После чего модернизировать технологию. И после этого мы бы могли начать выпускать продукцию даже для украинского рынка. Не говоря уже для европейского. В этих условиях товары украинского производства были бы на российском рынке, перестали быть конкурентоспособными. Зачем покупать товары, отшитые в Украине, в цехе, допустим, платья, сандали, если можно купить, Гучо, Прадо и все остальное, которые отшиваются в Европе или производятся под европейскими брендами. Если они будут одинаковые, кто выиграет лучше? Сковородка Цептор или наши? Телевизоры Филипс или наши? Машины Фольксвагены или ЗАЗ Део? Кто их потом купит? Многие люди говорят, как хорошо, если мы присоединяемся к этому соглашению, ведь у нас будет доступ к дешевым товарам европейским, более качественным и более дешевым. И для этого многие хотят, смотри, у нас будут машины дешевые, беспошлиные, как хорошо, сковородки дешевые, шоколад дешевый. Я говорю, мутики, смотрите, чтобы что-то купить, не нужно, нужно что-то продать, не нужно. Что произведенное в Украине купят европейцы, от чего они откажутся своего ради украинского? Что мы такого производим? Скажите, назовите хоть один товар, который европейцы ждут от Украины. Это те же товары, которые сейчас подставляются, сырье. При этом, если сегодня подставляется подсолнечное масло, потому что есть запрет на вывоз семечки, то Европейский Союз говорит, уберите запрет, вывозите семечку, мы будем отжимать для вас масло и продавать сюда. Что покупает Россия на данный момент? Это высокотехнологичные, наукоемкие товары. Кому мы будем завтра продавать наши Анны? Неужели вы думаете, откажутся от Аэрбасов и Боингов в интересах наших Антоновых? Кому будем завтра продавать наши турбины? Неужели вы думаете, Симон закроется ради того, чтобы работал наш Турбоатом? Или Моторсич будет строить двигатели для их самолетов? Нет. Они им не нужны. Эти заводы все закроются. Вместе с этими заводами закроются научно-исследовательские институты, которые готовят, разрабатывают двигатели. Вместе с этими научно-исследовательскими институтами перестанут быть нужны наши специалисты, Харьковского политехнического института. Зачем? Если у нас их некуда дальше трудоустраивать. В Европу у них есть свои вузы, свои европейские стандарты обучения. Для Европы в Украине нужно только увеличить свою площадь продаваемости своих качественных дешевых товаров и, главное, земля. Рано или поздно земля в Украине будет распродаваться. Купят ее те, кто ее вывозили во время войны. Действительно, вот земли в Европе нет. Как ни крути, чернозема. Купят ее французы, немцы, китайцы. Если кто-то думает, что нас оставят работать на этой земле, нет. Украинцы не самая дешевая рабочая сила, я повторяю. Самая дешевая рабочая сила это азиаты и африканцы, которые будут работать за 40-50 долларов в месяц. Нам не останется ничего, зачем мы нужны на своей земле рано или поздно. Россия закроет, естественно, свои рынки для наших товаров наукоемких. Возникает вопрос, а куда мы их будем продавать? Европа их не купит, Россия откажется. Европа не предоставляет рынки. Денег на бандернизацию производство не дает. Они говорят, вам надо умереть, а потом вы на этом построите. Многие говорят, европейцы придут и вложат сюда деньги. А зачем? Зачем заводу Мерседес строить здесь цех Мерседеса? Ну зачем? Он просто выпустит у себя больше Мерседесов. У себя. В Австрии. Неужели непонятно, что не надо ничего никому здесь строить в Украине? У них все и так хорошо. Им надо просто увеличить рынки сбыта. К одному цеху они у себя пристроят второй. Мы будем только дешевой рабочей силой скатимся до цены азиатов. Ну дай бог, чтобы мы еще остались на своей земле работать, которую обязательно у нас, говорю, откупят. Обязательно отберут. И кто в иллюзиях питается, что у нас закон ее запрещает продавать, но его постоянно, этот закон, каждый год пролонгируют. Но если посмотреть, как говорят сегодня с нашим президентом, в каком ультимативном угрозам тоне тех люби, тех не люби, того выпусти, того не выпусти. Так обе стороны, что интересно говорят, что со стороны России идет откровенная... С России хоть не говорят, кого выпускать из тюрьмы, а кого сажать. Вы знаете, в этом моменте для меня, как для бывшего правоохранителя, является просто оскорбительным, когда наше следствие, прокуратура доказала вину человека. Мы считаем это доказано. Вот открытый судебный процесс. Человек обвиняется в умышленном убийстве народного депутата и его семьи. Доказана его вина, не доказана. Давайте подождем, посмотрим. Будет суд. В ультимативном порядке говорят, выпустите. Но кое-что уважение государству к нам. Ведь судебный процесс открытки, его можно комментировать. Если государство не соблюдается, по мнению, опять же, другой стороны, нормы, базовые нормы, права, верховенства права, то, о чем мы долго говорим. А у нас ведь это собственно так и обстоит. О каком верховенстве права? Мы вот, если положа руку на сердце, даже как бывший правоохранитель. Есть истории с политзаключенными, есть во многих странах, и мировое сообщество реагирует. Ну, такова практика, извините. Надо выпустить Манделу, надо выпустить Анжелу Дэвис, например. Тоже, кстати, неуважение, да, получалось? Сейчас надо выпустить Тимошенко. Это обычное дело. То есть, это нормально, считаете? Я считаю, да. Считаете, что наш президент тоже может говорить, кого выпускать, кого выпускать в Польшу, в Германию? Если есть аргументы в этот... Я считаю, знаете, как недопустимым, чтобы с моим президентом, вот он мой президент, потому что его выбрал наш народ, проголосовали, он на тот момент был самый лучший. И когда с моим президентом так неуважительно говорят, мне лично, как гражданину этого государства, неприятно. Вот такие вопросы. У нас есть телефонный звонок. Я напоминаю, что мы сегодня в прямом эфире. И наш телефон, телефон студии 7175 501. Звоните нам, пожалуйста. Готовы слушать вас. Добрый вечер, Орло. Всем. Здравствуйте. Есть мой вопрос. Смотрите, пожалуйста, а зачем нужны такие товары, которые выпускаем мы идущим в России выпускать, которые мало пользуются спросом у населения всех стран? Второй вопрос. Зачем такие ученые или инженеры, которые создают то, что мало тем пользуется спросом? Да, спасибо. Почему? Зачем, собственно, продолжать выпускать товары, которые, кроме как у нас, нигде никто не покупает? И зачем эти ученые, которые эти товары создают? Хороший вопрос. То есть, эти товары покупают, и эти товары готовы покупать в России. То есть, то, что у нас выпускается, их качество достаточно высокое, самолеты все-таки летают, и они достаточно хорошие. И за счет этого, самое главное, вы поймите, мы можем повышать свой уровень товаров все выше и выше и выше. Если мы сразу, зачем эти нужны границы, вообще таможенные? Зачем эти пошлины нужны? Ведь защищает своего производителя не только мы, но и Европейский Союз. Они также же без пошлины не пускают наши товары, как мы их. Их. Они защищают своего производителя, мы своего. Потому что, если мы откроем границы, то более качественные и более высокотехничные товары сюда хлынут, и наш производитель не сможет с ними конкурировать. Производя же сейчас, мы потихонечку все равно приближаемся, качество товара все равно повышается, как мы не хотим. И те же вещи, которые у нас шьются сегодня, они все выше и выше и выше. Закупается все лучше и лучше оборудование. Но за одну секунду нельзя стать мега богатым, разбогатить и купить дорогие технологии. Нет денег. Никто же не говорит, что за одну секунду там будет достаточно длинный переходный период. Здесь вопрос в чем? Что здесь остаемся мы, и мы себя развиваем, мы граждане Украины. А завтра говорят, это все разрушим и мы вам, может быть, построим. Во-первых, я не верю, что построят, потому что это им не надо. Не надо им строить. Я еще раз хочу сказать, в Украине им ничего строить не надо. А во-вторых, если даже построят, здесь украинцев не будет, собственников мы не будем, здесь собственниками. Ни земли, ни производства. Зачем же мы себя отдаем? Неужели этого надо? Мы сейчас живем неплохо. Мы производим продукцию, которую спокойно можем продавать в таможенный союз. Это богатые страны. Европейский союз не такие богатые, как они кажутся. И там люди не так, знаете, не так много богатых, даже как у нас. И даже тоже Евро 2012 подтвердило, когда приезжали сюда голландцы, говорят, мы столько богатых, дорогих машин не видели в Европе. Ой, но это другая история. Богатые люди, дорогих машин, это их количество, да, и вот, собственно говоря, средний уровень жизни. Это совершенно разные вещи. С вашего позволения еще один телефонный звонок, наш номер 7175-501. Готовы слушать вас. Добрый вечер. Ну, к сожалению, что-то не складывается у нас со связью. Да, есть? Есть? Еще хотел... Ну, все, не получается. Еще хотел бы что-то, кое-что сказать. Тоже маленький пример, тоже, который мне произвели, впечатление. Все говорят о либеральности, законодательстве и возможности для ведения бизнеса в Европе, который придет к нам. И о том, что в России и в странах таможенного союза большой гнет, пресс и все такое. Коррупция. Коррупция все дела, да, которые убивают бизнесы и бедные люди там не знают, что делать. Возникает вопрос, почему, если мы это все признаем, ни одного украинского промышленного предприятия не открыто в Европе? Если там все так легко и просто произвести, и на территории Белгородской области открыто 11 производственных предприятий, завод Южкабель строит второй цех по производству кабельной продукции, потому что первый заработал, начал выпускать и продает. Тульчинка, масло, пожалуйста, производится в Белгороде. Почему в Белгородской области их 11 украинских предприятий производственных, которые спокойно производят и продают, а в Европе, в которой все легко и просто, почему не открыли ни одного цеха? Так это не связано с коррупцией, извините, это связано с моментами технологическими, экономическими и так далее, потому что мы туда выйти не можем, опять же, потому что у нас, а потому что нет ассоциаций, которые мы все никак не можем подписать. Давайте посмотрим, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Я хотела бы напомнить ведущему, что Тимошенко не политически заключенная, а сидит по уголовным делам. Защищение денег, в размерах, не политика. Из-за убийства Свербанья тоже уже доказано, что она имела участие в плане. Зачем вы идете на пути оппозиции? Нужно правду говорить людям. Она не политика. Да, спасибо за вопрос. У нас, к сожалению, время подходит. Ну, наверное, я не буду, с вашего позволения, на него отвечать, потому что это убеждение каждого. Я, конечно, хочу еще раз тоже сказать. Вы знаете, как есть общие правила поведения. Мы выбрали власть, мы выбрали законы, мы выбрали судей. Если мы будем их решения хаять и не выполнять, мы говорим, это хорошее решение, и значит оно правильное, а это нам не нравится, оно неправильное, и будем допускать еще больше хаяния своих судебных решений со стороны других людей, с других стран, это мы допускаем неуважение к себе. Мне лично, говорю, неприятно это. Я говорю, мои деды воевали за эту страну и в Европу входили по-другому. И разговаривали с европейцами, которые к нам пришли и показали свои европейские ценности в 41-м году очень хорошо, по-другому. Я не хотел бы, чтобы просто морально, мне лично, как гражданину, неприятно, когда к нам так относятся. Когда меня посадили в тюрьму, я принял все законные методы для того, чтобы доказать свою невиновность. И я ее доказал через 3 года. Меня оправдали, возместили ущерб. Но я не просил помощи, и не кричал об этом через Европейский Союз. И опять же, почему Тимошенко политзаключенная, Марков не политзаключенный. Это мега неприятно. Лично мне, лично, вот как мне, гражданину, неприятно, такое вмешательство, и я считаю, это неуважение к государству. Когда не уважают моего президента, который является верховным главнокомандующим, который в случае войны, если будет такая, я вынужден идти в армию, и он будет мне отдавать приказы, которые должен выполнять, то как я могу на это спокойно смотреть? Неужели гражданам Украины приятно, что их выбор, который они сделали законно, так пытаются навязать? Я вас понял. Есть еще один телефонный звонок. Давайте попробуем послушать наших телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. По поводу всех требований Евросоюза при подписании. Есть хороший анекдот. Когда директор будет в притаршу. И кадровичка встречает эту девушку и говорит, вы знаете, милочка, юбочку надо будет покоросить, директор это любит. Волосы перекрасить, директор это любит. Значит, чулочки, чтобы чертить, директор это любит. Та слушала, слушала, и говорит, а соски присаливать, это еще зачем. Да мой вечер, ты вам любил облизывать. Вот так вот нам Европа требует. Ничего не поделаешь, а что делать? Собственно, у каждого есть свои правила игры. Если мы хотим играть с Европой, извините, то надо их придерживаться. Тем более, что, опять же, есть мнение и за, собственно говоря, и мнение экономистов. Опять же, хотя бы по мнению экономистов. Когда был совместный проект, там присутствовал Кирш, и всех спрашивали, вы расскажите все-таки, ну как с экономической точки зрения, это выгодность? Где же выгодность? Где же, вот говорят, инвестиции? Куда будут вкладывать? Ведь все международные аудиторские компании понизили рейтинг именно в связи с подписанием Украины соглашения. И как раз, когда президент, премьер-министр сказал, что приостанавливаем, и они повысили свой рейтинг сразу же. 9,5 миллиардов инвестиций ушло с Украины. Иностранные банки говорят, именно в связи с подписанием возможным. И они говорят, расскажите, ну куда же сюда вкладывать в Украину? Хоть какое производство? Куда вкладывать? Куда вы видите инвесторы вложить деньги? Молчат. Кирш, экономисты молчат. Выступает представитель правительства Украины, представитель в таможенном союзе, говорят, а никто не говорил, что вступление в экономический союз выгоднее, чем таможенный. Конечно, таможенный союз выгоднее, но это решение политическое. То есть фактически я для себя понял, что все понимают, что экономически нам выгоднее туда, но сюда политическое решение. То есть заставляют, просят, каким-то образом задавливают президента, который пришел на выборы с лозунгом «Дружба с Россией». Представляете, как надо давить на человека достаточно волевого, наш президент достаточно волевой и жесткий парень. Как нужно давить, чтобы его заставить переменить свои взгляды, убеждения. Это одна из самых больших действительно загадок последних месяцев, потому что это было достаточно неожиданно. Хотя, если поднять историю вопроса, там, собственно, были еще в начале 2000-х годов тоже, собственно, за подписью Януковича, те же евроинтеграционные законы, с чего все, собственно, и начиналось. У нас, к сожалению, время программы подошло к концу. Я понимаю, что, наверное, еще говорить об этом мы будем долго, но уже, наверное, за пределами этой студии. Спасибо, что сегодня были нашим гостям, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. Ждем с нетерпением того, что должно произойти в Вильнюсе. До свидания. Продолжение следует...